В Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненинского округа продолжается работа по разработке новых порядков предоставления субсидий производителям товаров сельского хозяйства. Требования к аграриям, которым оказывается государственная поддержка, будут изменены с июня 2017 года. В Ненинском округе началась кампания по заготовке оленины. На убой планируется пустить до 40 тысяч голов. Это позволит заготовить 1304 тонны оленины в убойном весе, что на 3,2 выше объемов поставленных оленеводами округа в прошлый сезон. Оздоровление детей Ненинского округа с перспективой на 4 года. Сегодня в администрации округа приняли проект постановления об учреждении государственной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в Ненинском округе» на 2017-2020 годы. С основными событиями к этому часу в студии Иван Никонов. В казну Ненинского округа за минувшую неделю поступило более 550 миллионов рублей. В основном это налог на имущество организаций. Расходы составили чуть более 336 миллионов. Таким образом, расходные обязательства впервые за долгое время не превысили доходы. Между тем, государственный долг остается прежним – 4 миллиарда 600 миллионов рублей. За прошедшую неделю из казны региона средства на обслуживание кредитов не выделялось. Наибольшую долю расходов составили субсидии на производство молока и хлеба, авиаперевозки, перечисления в сферу образования и здравоохранения. Расходы на содержание казенных учреждений составили почти 33 миллиона рублей. Органов власти – более 34,5 миллионов. На социальные выплаты населению было израсходовано 10 миллионов 600 тысяч рублей. Также осуществлена поддержка в форме субсидий юридическим лицам в размере 73,3 миллиона рублей. Это в основном субсидии недополученные доходы по регулированию цен предприятиям жилищно-коммунального хозяйства – 40,8 миллиона рублей. На субсидии по молоку – 16,8 миллиона, 7 миллионов на хлеб, 5 миллионов 300 – возмещение недополученных доходов по авиаперевозкам. Напомню, в целом за неделю доходы превысили расходы. За 7 дней в бюджет округа поступило 557 миллионов 800 тысяч рублей. Израсходовано чуть более 336 миллионов. В 2017 году аграрии будут получать господдержку при отсутствии задолженностей. В Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненинского округа продолжается работа по разработке новых порядков предоставления субсидий производителям товаров сельского хозяйства. Нормативные документы приводятся в соответствии с новыми требованиями, закрепленными на федеральном уровне. По постановлению правительства с 1 июня 2017 года изменится требование к аграриям, которым оказывается государственная поддержка. У получателей субсидий должна будет отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетных разных уровней. Помимо этого, получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. Изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие получение государственной поддержки, должны быть внесены не позднее 1 июня 2017 года. При разработке новых порядков специалисты Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса округа также будут учитывать планы Минсельхоза по введению в 2017 году единой субсидии. Ведомственно намерено сократить количество субсидий с 54 до 7, а между хозяйствами их будут распределять сами регионы. Сельхозхозяйственный кооператив «Путь Ильича» начал убойную кампанию. Она проходит на современном комплексе, запущенном в эксплуатацию в прошлом году. Хозяйство планирует произвести около 200 тонн мяса. Убойный комплекс находится в районе поселка Хорягинский. В этом году производственный объект сможет работать в полную силу. На убой будет отправлено 6500 голов оленей. СПК «Путь Ильича» закупил дополнительное оборудование, морозильник и остывочное помещение. Производственная мощность предприятия таким образом составит не менее 350 голов за смену. Увеличение мощности обусловлено большими объемами. В среднем зимой на убой направляется до 10 тысяч голов оленей. К убою планируется около 6500 голов оленей, что в общей массе составляет 200 тонн. Данное количество забитых оленей поступит на мясопродукты. Первым окружным хозяйством, начавшим убойную кампанию, традиционно стал СПК «Красный октябрь». Производственники приступили к заготовке олени на 19 октября на территории Республики Коми в Воркуте. В планах направить на убой 1700 оленей и заготовить 64 тонны мяса. На сегодняшний день план выполнен более чем на 20%. Все сырье руководство СПК намерено направить в промышленную переработку в Наринмар. Вывоз оленины начнется в январе, когда откроется зимник. Общая численность оленей, направляемых на убой, во всех хозяйствах прогнозируется в количестве до 40 тысяч голов. В 2017 году планируется оздоровить около 3000 окружных детей. Проект постановления об утверждении государственной программы «Организация отдых и оздоровления детей в Ненецком округе» на 2017-2020 годы приняли на сегодняшнем заседании администрации. Программа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого округа» рассчитана на 4 года. Общий объем финансового обеспечения мероприятий в рамках данной государственной программы составляет более 369 миллионов рублей. По годам в 2017 году 90 миллионов 400 тысяч, в 2018 году 92 миллиона 400 тысяч, в 2019 году и в 2020 по 93 миллиона 300 тысяч. Основные направления реализации программы – это обеспечение детей санаторно-курортным лечением, которое требуется по медицинским показаниям, в возрасте от 4 до 9 лет в сопровождении родителей, с 10 до 15 лет организованной группой. Также в эту программу входит оздоровление детей на летних площадках и отдых во всероссийских детских центрах «Орленок», «Артек», «Смена», «Океан». Следующее направление – это оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, находящихся в семьях, которые находятся в социально опасном положении. И еще основное направление – это оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в учреждениях Ненецкого автономного округа. По словам Светланы Стерлевой, в этом году в рамках программы прошли оздоровление 2487 детей, в том числе 455 детей по медицинским показаниям, 263 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, 27 детей отдохнули за счет федеральных средств в Туапсинском районе и 48 в детских оздоровительных центрах. Почти полторы тысячи охватили детские оздоровительные площадки в Ненецком округе, в спортивных лагерях за пределами региона побывали 56 ребят. В перспективе Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ в 2017 году планируется оздоровить до трех тысяч детей. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Работают эффективнее, расходуют меньше. Некоммерческие организации могут полноценно оказывать услуги, которые сегодня предоставляют государственные организации. Об этом шла речь на круглом столе Общественной палаты Ненецкого округа. Сегодня в регионе о социальном предпринимательстве только начинают говорить, тогда как в других субъектах они строят пансионаты для престарелых, открывают школы, организуют пожарные дружины и создают доступную среду для инвалидов. Существенная экономия, быстрая реализация и гарантированный результат. Такие аргументы в поддержку доступа некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг приводит Жанна Котова. Эксперт фонда «Наше будущее» уже посетила 49 регионов России, в которых рассказала о том, как НКО делают жизнь лучше. Наверное, приведу такой яркий пример один. Это город Череповец, Вологодская область. Некоммерческая организация «Солнечный лучик» оказывает помощь в реабилитации ребятишкам в очень сложной ситуации. То есть это дети, которые не говорят, это дети, которые не могут сами кушать, сходить в туалет. И вот мамочка, которая пережила личную историю такую, она как раз решила проблему свою, и она помогает сегодня таким мамам с такими детьми. К ней приезжают из Архангельской области, из Санкт-Петербурга, из Москвы. Пример Вологодской области не единственный. В Калининграде некоммерческая организация оборудовала места общественного пребывания средствами для инвалидов. А в Тамбовской области группа активистов разбила аллею славы. Главная задача привлечения НКО к сотрудничеству с государством – повышение качества и доступности услуг. Как показывает практика регионов, гораздо проще выделить субсидию некоммерческой организации на открытие пансионата для престарелых или частного детского сада, нежели запускать бюджетное учреждение. Причём качество предоставленных услуг будет ничуть не хуже. По мнению эксперта, некоммерческие организации могут легко заполнять те ниши, в которых не представлено государство. В Ненецком округе – это, к примеру, реабилитация наркозависимых и социальное обслуживание на дому. Для поэтапного доступа к бюджетным средствам и оказанию социальных услуг населению НКО в регионе разработан комплексный план. Он включает обучение в системе госторгов, финансовую помощь в виде грантов и субсидий, консультационное сопровождение. Также органами исполнительной власти, как вы сейчас, наверное, слышали, мы разговариваем, проводится работа по включению в реестр поставщиков социальных услуг некоммерческих организаций. На сегодняшний день четыре некоммерческих организаций у нас изъявили желание войти. В основном это социально-психологические услуги, есть социально-педагогические, по-моему, и юридические, то есть правовые услуги. Также в регионе ведётся работа по привлечению негосударственного сектора в сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. К 2020 году 10% всех окружных расходов на оказание соцуслуг должны быть в руках некоммерческого сектора. Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Земельный участок или деньги? На заседании администрации Ниньевского округа обсудили вопрос о замене земельного участка многодетным семьям компенсационной выплатой. Один миллион рублей вместо земельного участка. Такую сумму планируется предоставлять многодетным семьям Ниньевского округа, которые стоят в очереди на получение земли. Сегодня данный проект постановления рассмотрели на заседании администрации округа. Но после бурных обсуждений отправили на доработку. Почему данный проект вызвал жаркие споры, расскажет Любовь Фермякова. Я напомню, что в городском и сельском поселении минимальный размер – это 800 квадратных метров, в городском поселении – 1200 максимальный размер, в сельских – 1500 квадратных метров. Ну, соответственно, исходя из этой стоимости, мы и предлагаем средний размер установить 1 миллион рублей. 1 миллион рублей как альтернатива вместо положенного земельного участка – вынужденная мера. Сегодня городские власти не готовы выполнять свои обязательства перед многодетными семьями. 431 семья стоит в очереди на получение участка под индивидуальное жилищное строительство в Наринмаре. Они стоят уже 5 лет на учете. И у многих уже дети вырастают. И многие из них готовы взять этот миллион для того, чтобы покупать студентам жилье где-то, чтобы они могли учиться и не жить в общей жизни. Вот такой вариант рассматривать. Преоначальный взнос на кредит тоже рассматривать, у кого там расширение жильщих условий улучшения. То есть, ну каждый по-своему будет распоряжаться. Согласно постановлению, полученный миллион рублей, многодетные семьи смогут израсходовать на любые цели. Но, как справедливо отметил главный федеральный инспектор в Ненинском округе Степан Бобрецов, не стоит забывать, что главная цель государственной программы все-таки улучшение жилищных условий многодетных семей. Исходя из сегодняшних ваших предложений, я так понимаю, что если у нас не будет целевого назначения, то лица, которые получат эти субсидии, они останутся на учете как нуждающиеся в части некоторых правильных улучшений жилищных условий. Впоследствии бюджет еще будет вынужден нести финансовую нагрузку по улучшению жилищных условий данных многодетных семей. Многодетные семьи, естественно, захотят получить деньги без всяких ограничений. Вот давайте не будем заниматься дешевым популизмом, а заниматься реальным улучшением жилищных условий тех семей, которые в этом нуждаются. Степан Бобрецов подчеркнул, что в положение необходимо четко прописать, на что может быть направлена данная сумма. Я думаю, что необходимо все-таки целевое назначение в зависимости от того, как заявитель написал. Если заявитель написал на улучшение жилищных условий, соответственно, и ограничение предоставления целевого назначения должно быть, что эти деньги пойдут на улучшение жилищных условий. Если гражданин написал, что на ведение личного подсобного хозяйства, то и ограничение этих финансовых ресурсов целевое назначение должно быть как на ведение личного подсобного хозяйства. Впрочем, у многодетных семей остается право выбора, что он хочет получить – либо деньги, либо земельный участок. Есть две точки зрения, но на самом деле, что абсолютно правильно, что мы на самом деле должны предоставлять земельные участки. То, что мы этого не делаем, это и вина города, и района, и сегодня уже в округе. Все знают эту эпопию с городом, где там вдруг лес, значит, у нас вырос нечаянно, да. Ну, а проблему с ПЗЗ, вот мы недавно выяснили, что, к сожалению, не хватило, значит, эти правила подготовлены. Ну, сейчас готовим правила, и всем остальным, конечно, земельные участки должны предоставить. Выслушав все мнения и приняв к сведению все замечания о данном проекте, было принято решение перенести его рассмотрение на следующее очередное заседание, ровно через неделю. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Качество зимника в этом году обещает стать на порядок выше. Обустройство зимней автодороги впервые в истории будет идти строго по проекту. Он разработан архангельским предприятием «Севтранспроект». Срок строительства зимней автомобильной дороги составит 30 дней – с 26 ноября по 25 декабря. Однако, кто будет заниматься устройством зимней автодороги, пока неизвестно. Департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта Нинецкого округа только готовится к конкурсу, по итогам которого и определится подрядчик. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель профильного департамента Алексей Еремеев. Строительство и содержание регионального зимника в текущем году будет вестись строго по проекту. Документ разработан специально для нашего округа по заказу дирекции транспорта и дорожного хозяйства. По словам Алексея Еремеева, с появлением проекта исчезнут многие проблемы, которые возникали в процессе эксплуатации зимника жителями НАО. Потому что это действительно впервые заказали именно проект, который можно назвать искусственным сооружением. Зимник – это искусственное сооружение, которое будет построено по всем ГОСТам, СНИПам, соответственно, с градостроительным кодексом. Если ранние зимники готовились к хозспособам, по-другому не назовём, и если происходили какие-то нештатные ситуации в виде аварии, то получалось, что у людей произошла авария в тундре, где нет привязки ни к каким-то знаком, ни полосам, ни к каким-то опознавательным знаком. Ничего этого не соблюдалось. То в этом проекте уже всё это предусмотрено. Дорожные и информационные знаки, весовой контроль, не менее трёх площадок для размещения дорожно-ремонтных пунктов. Кроме того, через каждые 15 километров зимней дороги должны быть установлены площадки для размещения контейнеров бытового мусора. Зимняя автотрасса обещает стать безопаснее и комфортнее для автомобилистов. По информации Алексея Еремеева, в этом году на строительство и содержание зимника выделено 139 миллионов рублей. Подрядчик определится по результатам конкурса. По словам Алексея Еремеева, проектом уже заинтересовались потенциальные подрядчики. «Подходит, интересуется именно проектом, что заложено, какие решения, какие-то строительные моменты. Мы всё-таки надеемся, что основными участниками в этом конкурсе будут наши компании». Напомню, срок строительства зимней автомобильной дороги составит 30 дней с 26 ноября по 25 декабря. Предполагается, что зимник будет функционировать 118 дней. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе ожидается усиление ветра. Порыв юго-западного и западного ветра ожидается 9 ноября на территории Наринмара и северо-востоке региона. На территории Ненецкого округа ожидается усиление ветра. По данным Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днём 9 ноября в городе Наринмар и на северо-востоке округа ожидается порывы юго-западного и западного ветра – 19-24 метра в секунду, на побережье – 25-30 метров в секунду. В связи с сильным порывом ветра, Главное управление МЧС России по Ненецкому округу рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности по возможности не выходить в указанный период времени из дома, водителям быть внимательными при движении на транспорте из-за ухудшения видимости. В случае возникновения непредвиденных ситуаций звонить по единому телефону экстренных служб 112 или по телефону доверия Главного управления 499-99. МЧС России по Ненецкому округу обращается к жителям региона с призывом не выходить на тонкий осенний лёд. В настоящий момент толщина льда в районе морского порта составляет порядка 12 сантиметров. Первый лёд очень коварен, он только кажется прочным, а на самом деле ледовое покрытие тонкое, слабое и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребёнка. Кроме того, сегодня из Наринмара вышли два морских судна «Балтийский 108» и «Нептун», которые разрушили ледовое полотно на Печёре. Просим быть особо внимательными и осторожными, потому что судовой ход, где прошли суда, он будет незаметен на водной поверхности, замёрзшей, занесённой снегом, и может привести к плачевным последствиям, в том числе даже с летальным исходом. МЧС России по Ненинскому округу предупреждает, что в случае провала под лёд выбираться необходимо в том направлении, в котором вы шли. Выбравшись на лёд, необходимо передвигаться перекатами. И на этом пока всё. Увидеть новости вы сможете и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.